Сегодня на каждом шагу афиши о выступлении именитых артистов или известных коллективов. Культурная жизнь Брестской области кипит. Проходят встречи разного масштаба. Регулярно проводятся международные фестивали и проекты. Белая вежа, январские музыкальные вечера, военно-историческая реконструкция, защита Брестской крепости и многие другие. В каждом из них принимают участие гости или, как хочется назвать, наши друзья из государств-содружества. Уровень того, как Брест справляется со статусом культурной столицы, оценили в Усполнительном комитете СНГ. Справляется успешно. Прошло всего лишь пять месяцев. Впереди еще до конца года много времени. И мы сегодня услышали из уст руководителей города Бреста и Брестской области о том, что планируется еще очень многое. Руководство области планирует пригласить представителей стран Сангена празднование тысячелетия Бреста. Мы, конечно же, с благодарностью воспримем эти приглашения и не откажем в приезде. Постараемся обязательно приехать и разделить радость вместе с жителями Бреста и Брестской области. С почетными гостями из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Андрей Клец, председатель Брестского областного совета депутатов Юрий Наркевич и председатель Брестского облсполкома Александр Рогачук. Разговор вышел конструктивно и по существу. Первостепенно задача сохранить общность народов и их дружбу. Ведь только сообща можно решить многие проблемы в экономике, культуре, сфере обеспечения национальной безопасности государств. Вместе легче противостоять попыткам фальсификации истории. В наших государствах единый подход о важности сохранения исторической памяти и, соответственно, воспитательной работы среди подрастающего поколения. И вот даже сейчас мы тоже в преддверии празднования 75-летия освобождения Беларуси, 75-летия Победы, которую мы будем в следующем году отмечать, предстоят большие проведения крупных мероприятий. Мы уже заранее начали готовиться в рамках содружества, я имею в виду, готовиться к этой годовщине. Вообще, площадкой для диалога город над Бугом был выбран не случайно. Брест не только административный центр Брещена, но и западные ворота Беларуси и всего Содружества независимых государств. А еще он был и остается символом стойкости, мужества и героизма народов стран Содружества. Об этом свидетельствуют фамилии погибших при защите Брестской крепости. И я, и мои коллеги, послы стран Содружества, которые приехали сегодня в Брест, культурную столицу СНГ в 2019 году, тоже говорили сегодня о том, что они находили среди фамилий погибших при защите Брестской крепости своих земляков, которые пали смертью храбрых на защите нашей общей Родины. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.